Я так занимаюсь больше 30 лет, чем занимаюсь боксом, и занимаюсь боксом, но я ищу врач, и очень много спортсменами работаю и охоты, и так как у меня специфика, это как раз именно контакт не видно, да, единоборство, но я очень много вижу травм, которые связаны с ударной техникой, прежде всего, спиной еще, безусловно, связка с лифталой, но сегодня у нас категория совсем другое, то есть для нас ударка важнее, то есть интереснее, поэтому я рассказать хотел сегодня про два направления, которые являются опытными для меня, и последние семинары получают ребята серьезные, но мало того, что чуть-чуть не будет моим работать. Сюжет Молкин, Эмиль Ярденко, Сергей Владимирович работает в Победхове Центр, но я себе покажу даже в квадрате, похвастаюсь, что у них было, что-то стало, что-то говорят. И, то есть, два права, такие, мы уже подключим, потому что там отдельная тема, волки, то, что цифика привычного ее, что там бывает, как очень-то, я скажу больше, как у вас. И еще хочу показать, что тренажер один, который является моим боксерами, потому что на самом деле он очень похож на коллективных снарядов. И, то есть, на самом деле, он очень похож на коллективных снарядов. Ну, сначала, я не даже думал, что это народу, я не взял снаряд, сколько надо, чтобы это так было. И я буду с чего начну. Дело в том, что весь лагерь, куда-нибудь очень сильно делится на тех, кто считает, что у него там, какие-то, какие-то, описание, которые позволяют выполнять и все таким образом не очень выгоды, что не важно, не люди, как в этом. Но, тем не менее, в этом постоянно на соревнованиях ломают облоки, как 9-й курорт, а твой рукой. И еще очень знаком, как, где можно использовать для работы. И, такое тренажер, да, от маски, от этой клочки. И, перебыв. Ну, маски, это было даже по всему, по мускаму, по-моему, потому что у него сейчас была только точка, и очень часто она уже есть точка. Вот и он, то есть рука крепкая должна быть, но не для того, чтобы обратили его что-то поломать, да, там все-таки костер, там, по-прежнему, что он не поменялся, но, потому что такая драма, она очень сильная, очень дорогая. И обратили его к сельскому городу, к старым, к школам, где он представляет, что у нас вороты, выходит, ну, есть у нас. Кто хочет, ты меня взял, потому что, когда ты пособишь, к чему приводит закалку конечностей, когда не причиняю закалку, а выдох, они, по-моему, очень прочь, но на них, например, не любил по краям, то есть вот такие вот валяшки, трещины, ну, да, выки, конечно, не воспитали. Да, выки, конечно, пятое, выкинь, конечно, пятое, выкинь ломать, у них печи, черепицы, все, но, ну, тут одни парни, да, я не могу сказать, не сказать. Да, ну ладно, не буду тогда так выражаться, что это один, этот самый. То есть такими руками, в принципе, невозможно делать больше ничего, если мы готовы послепить свою жизнь, потому что ты делаешь, потому что там круто и не делаешь, правда, мы в социуме живем, но как я херую. И мне руки, в принципе, нужны для того, чтобы они нормально выглядят, потому что пациент, самый дорогой, если он видит такие руки, он подумает, у меня какое-то страшное кожное заболевание. Больше всего, я там граждане питаю, причем граждане страшно-страшно, предоставлены получили наши, вот, как я так скажу. Вот, и это мне это не мешает, вот, хотя я делаю все те же вещи, что делаю такие вот, ну, не страшно. Вот, и, ну, руки мои виды отлично, да, все нормально, хотя они когда-то, когда-то были прикрыты такими же, я просто понял, что это не было как тучи. Так вот, смотрите, существуют методы, когда закаляются рука тем, что рука наносится по чему-то, по выкивали, по камню, по мешку с песком, еще-то че-то че-то. Но, не допускают, не допускают, афтодоксальные, и все методики, очень важный момент, что, на самом деле, рука, прежде всего, закаляется, как она должна быть местно лучше, но можно наделать просто сустав, кожу и поверхностный слой. Закаляется, прежде всего, структурой пищи. Потому что рука, он, на самом деле, структура рыхлая. На самом деле, структура рыхлая. На самом деле, структура, прястья, прястья. Эти пёточки, они, конечно же, не устраиваются. Если вы хотите снять удары, как раз, в кулакон, например, в кулакон, только видно, что пулак очень сильно дефорлируется, а что сантиметр сжимается, как баяк, а потом сжимается, как баяк. Понимаете, это структура. И, если это структура, а не вытянут, то, где сам удар, то, как глястья, а сами видите, суставы, которые уточни, суставы, внутренние суставы, которые поражаются. Что-то такое связь, соединяющие между собой, по степенью с запястьями. И вот здесь очень сильный пославный санкт-поптектак, очень сильный. И он же, если вы видите санкт-поптектак, он распленивается, он рыхлый, и получается, как снежный комп. Он, например, как в голове, может, вообще лоб. То есть чисто внешне, он будет выглядеть как бы нормально, но там разорнута, unsere связка сенки, и на следующий репута вот такая вот такая. Да, это сделать вот, какой процесс? Но структуры кисти мелкие, но все это не имеет, в различиях города очень много. Сейчас проживает очень-очень долго. Что мы делаем, был особый дублич, для какого-то, вот именно препод, да, в ступке метроцеструкская жилетка не читала, то есть показал, или гнезд, просто показал, что это, видит, это, глик, и тут, что, на самом деле, что он поднимает, что это не просто какая-то, ну, баловешка, а сколько мелких гнущиц. И вот я как раз хотел показать, вот эти мышцы, это червячные мышцы, значит, которые сосоединяют там-там-там, например, кулак. И когда мы сжимаем кулак, именно мышцы кисти, они делают кулак сам жесткий. Если эти мышцы не соединяют кусти между собой, и они, ну, не развиты, то кулак, ну, костяшками дым расклинивается, и эти мышцы разрываются вместе со связками. Загрепите их на самом деле просто. Я хочу сказать, что мышцы, которые двигаются на их пальце, они находятся на предплече, они не на кисти находятся. То есть те мышцы, которые мы сгибаем пальцами, они вот здесь, а здесь то пуски форшивые, которые как-то терминал, да, двигаешь, да, а мышцы-то все здесь. Мышцы разгибающие, они тоже находятся в обычном киеве, и поэтому, когда мы тренируем кисть сгибая пальцы, мы не закрепляем вообще никак. Абсолютно. Кват, да, тренинг, но кулак это так легче не делается, чтобы не закрепить кулак. И для них существуют упражнения, те, которые никто никогда не применяет, они очень простые. Я вам сейчас покажу, вы их сразу же начнете применять. Смотрите, возьмите. Я просто покажу парочку, простых упражнений. И просто как-то. И просто применяя их, вы уже начнете закреплять кулак таким образом, что его сжат, он у вас не развалится, не будет требоваться частных повреждений именно в этой змеи. Все на поверхности. Просто вы не знали, что есть эти мышцы, да, и что есть практика. И когда мы уже понимаем, то суть, когда я буду к этому пальцу, я буду к этому пальцам двигаться. Можно, конечно. Да. Да. Ну, на первую очередь, это, по-первых, что это не важно, то с третьей длины. Нужно точно, что готовилась всегда, опять, что это не спать, а то это не только для себя, а для себя, для себя, для себя. Да, да, да. А человек, которые окружают, которые окружают, крещевые ткани, мне кажется, это связь. В смысле? Не просто я объясню, я не спрашиваю свои проблемы. Я просто хочу вопрос, конечно. Как мне объясняли, врачи берут листья вокруг костей хряща, оттуда раздавливаются от паланка. Тут, когда ты бьешь, соответственно, паланка переходит сюда, как мы сейчас сообщили, что такое движение, которое не раздавливается при члене ткани. Тут, в принципе, это уже не было. Очень не так. Мы очень долго постараемся, время оплатим, еще чем-то там. И так далее. Просто, у меня вопрос. Вот эти мышцы, о которых вы сейчас говорите, они крепляют руку от движения. Вот именно это раз, мне интересно. Все начнете. Чуть-чуть неправильно рассказать. Дело в том, что кости, они не очень мелкие, как кости, но, на самом деле, очень много. Получилось. Что-то понятно было. Вот. Вот эти кости, да. Ну, вот смотрите, в чем вся суть. Крещей на них на костях вокруг нет. Воборот, соединительная ткань и их связка. Они между собой соединены хрященными тканями. Потому что между всеми костях, которые находятся в них встал. Которые, как мы поднимем, в нем не открыт. И с помощью ловочка с оборотами. Значит, она как-то лопатную. Я не видел, вы. Видят, я говорю, вывнусь, так вывнусь, так вывнусь, и так вывнусь. Вот. Значит, если мы закрепим любые связки, и мышцы выведутся все время связные части. И к этим коточкам соединяется большое количество связок. И другие связки становятся толще и сильнее тогда, когда мы напрягаем те мышцы, которые в эту связку приближаются. И когда мы мышцы напрягаем, они к связкам. И они к тому, что связки будут толще и сильнее. И они к тому, что это не нужно. И поэтому лучше держаться в себе. Поэтому да, безусловно. Я показал только два типа мышц. Червячные. Там еще куча других мелких мышц есть. Я просто не покажу вам это все сейчас. Это не надо. Но это самое непростое, что можно сделать. Вы берете палочку. И кому-то ножницами хватаетесь, пальцами эту палочку. Ну, кому-то ножницами хватает. И это фиксируете. Как по гимнастике Александра Засовского с вашей гимнастикой. Где-то 12 секунд с очень сильным напряжением. Так, чтобы рука трясла. Соответственно, потом делаете между этими пальцами. Так. И еще покажу. Вот такие движения тоже пальцы. Это не делают те мышцы, которые приключительно подойдут в муку. А вот такие движения тоже мелкие, как мышцы кисти. Берем. То есть, таким образом. И кому-то переломать. Хотим. Вот эту палочку. Потом, соответственно, таким же образом. Ну, и между двумя пальцами, например. Может, это точно важно. По одному подходу? Я, на самом деле, это делаю в течение дня несколько раз. Она в кармане лежит у меня. Мне когда мне делать нечем. Я смотрю, там, телевизор, что-то. Я специально этим не занимаюсь. Эти в залы, и одеты эти спортивные ноги. Зачем? Это муж идет, и он ходит. Все, эти вещи. А вообще, все, Sans? Нам делать rogue движения. Да? Нет. Да, это нормально если. Вы скажите, что вы начнете. Не, просто если вы, если бы хотели одеваться, как-то перегрузить рукам. Целый день там нельзя делать с пипл. С пиклом сокращения зубы идут 3 марината с максимальной силой Так буквально за подход задних упражнений нам 3 подходы делать масса То есть здесь в принципе силовая подготовка Пикловы плюс 3 всего лишь Но есть еще речь Знаете, когда мы делаем это с пикловой со всей силой То мы тренируем больше сухожили А можно встать и то же самое То есть делать упражнение то же самое, но не пикло сокращения делать очень сильно А просто довольно долго его подержать, чтобы на напряжении было Это больше связки напрягаются и мышцы То есть идет просто проработка любви с сухой более мягкой И более мягкой И в итоге кулак Вот вы, да я, я вам сладочку болит Да, да, да Вы сейчас просто попробуйте, мне очень важно, чтобы вы почувствуете Вот видите, если вы сейчас это поднимете буквально в течении 5-7 минут Вы сожмете кулак, вы почувствуете, что у вас свои пространства Они как будто там паундом заполнились какие-то А мы их смолой завели, у вас кулак выжиматься с 3-го года Вот это вообще причина Дело в том, что мышцы поработают, они деплинируются То есть не проливает очень сильно кровь, они становятся толще Ну, как бицепс, да, когда их выкачали, панкали, с такой кровью Ну, они чуть толще И эти мышцы будут толще И поэтому, когда вы сжимаете кулак, то устро меньше крупных пространств Мышцы не уплотняют зажать, да, вот это вот Ну, как и все И у вас кулак, мы все прочнее Поэтому перед тем, как выходить на тот же самый бой Или работать на сосредоточных перчатках в мешку Очень хорошо для нас силы будет Лишь и кулак, потому что там толще, короче И они будут намного защищеннее То есть, если защищать кулак, то надо применять таким образом То есть, по сути, они не будут И все равно Это актуально, и это правильно Когда они будут наивны Но надо руки защищать еще и не вредно Активно Активно развивая цирктуру, которую делают руки шощие И это бьет спортивный царь во время тренировок И тогда, не только скорбь, а реальную систему Вот уже понятно Я считаю, что это одна из лучших будет Самых лучших И если она не будет, то она спортивный функционер А тут будет, то она будет Как вы видите, как вы видите, где вы видите Вот, по мне Вот, по мне Так, и теперь я хочу Дальше Что касается рук, я вам очень просто рассказал На самом деле, не ходим Нам иногда, она касается развития И пальцев, и запястья И пястья, и пястья, и запястья, и сустава И предплечья Таким предплечья, потому что Обея хвостами Что-то неправильно Лично спор Такими костяшками И перемятиями И двумя Относительно кушкам возникают Локция Предплечья Начинаем под этим предплечья И вот тут все Есть, как бы Эти технологии Как это все подготовить Тогда ваш рука на локте Становится Молотковым А когда Становится Молотковым Проблема С одной стороны Тоже на гвоздь Вы решаете очень просто Вот Ну тогда должно быть Это может быть Молотом Реально Тогда проблем не будет никаких Значит Что касается того Что я принесу Это с собой Вот Это Ну Бутевар Можно назвать так Применяется это Тренажер Прежде всего Каратист Применялся Обычно Это доска Так Становится И Дальше Дальше Вот Вот Реально Это все Реально 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 Как я показал вам Молки снаружи Лучше Сочетать эти методы Но Не доводить Так как Что на фрадоксе Применяют методы Укрепления Снаружи Снаружи Это очень Делкий путь Если 20 лет То Костяки Деформируются Костяки Деревошаются Снаружи Снаружи Костяки Снаружи Два Типа Костяки 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 Молки Костяки Костяки Они нагламываются, капиталисты нагламываются, потом идут на гиперкомпенсации, все зарастает и получается просто мазоль, которая, вроде, крепкая. Это все так. Потому что это бывает не так, что это не так, что в этой семье есть один бес, а он бес никогда не пронизлится. И поэтому пока компенсация есть, то и ты молодой человек. У него эти брани все живые, и они как крепкие. Но со временем, по крайней мере, в этой семье, уже в этой семье, в этой семье, в этой семье начинают продолжаться, потому что в нем не подать просьбу. И все. То есть то, что зарабатывал в последние годы, ну теряется. То есть начинается с того, что бороться, и то есть и тут уже какие-то мягкие-мягкие закалки, которые приняли шутком, они будут вверх, чем жестком, которые там как-то. Это посттравматическое. Есть просто нагрузочные. Это совсем огонь. Это когда вы даете нагрузку не за предмет, чтобы поломался, а на ту, чтобы вы испытывали связки и кости нагрузку на суп максимальные. То есть нет разрушения, но сам организм – это гиберметическая система, которая ее поднимает. Что? Если где-то нагрузка большая, и ее дают не участки, не способностей. На этом основе весит шлавой тренинг. Трудь будет такой, да? Покращаем мышц, а поднимать что-то. Не могу поднимать, а я заставляю. Я не говорю про химию, про что-то. Говорю про физиологию. То же самое касается и внутренней структуры – костей, стеклаживей, связок. Если нагрузка нагрузка, если она очень высокая, то они гиперпоксируют. Они гиперпоксируют, начинают именно физиологически. То есть они прорастают в уровне экстралины. В основе того, что они экстралины со сосудами – это живые крови, которые не разрушаются со временем. И если вы, конечно, в росте тренировки, то можно трогировать. То же мышца, которая, если где-нибудь работа, будет мышц. Но вы не потеряете этот рост. У него есть и аптодоксальная составляющая. То есть можно нагибкой заниматься на нем, но это очень высокая бруджинисность его и невозможность заменять в уровне сопротивления. Чем рычаг выкороче делаете, тем, соответственно, сопротивление больше. Как сопротивление? Понимаете? Ну, если бичить, то, что… Вот я ступую это и вешаю, и сейчас мы с ним стоим килограмм. Я стою на СНК и не могу гулять. Соответственно, здесь вот в два раза будет еще больше сопротивление. Ну, даже на минимальный выстроен, у него сопротивление где-то порядка 800 килограмм. Вот. Но я могу сказать, что у них, например, 600 буквально килограмм на веселомере. Ну, большая решетка, значит, еще. Есть самый нюанс. Здесь снимается вот этот показатель. Его можно снять на глубине, там, один сантиметр, на поверхность выше, но можно снять его на глубине 20 сантиметр. И тот, кто убивает на поверхность еще в шкурке, ну, так, церковь, 400 килограмм, то у него реально через пять сантиметров удар уже не обладает с ним. А другой, он же, как и не очень сильно бьет, но то он прогревает вообще насквозь. Вот с таких ударов, кажется, позвоночник становится. Т.е. ты в живот ударил, не в гормостную спальню. Он бы еще ушел по печени. Комментируйте, если кто-то что-то покажет. Живот не очень сильно бьет. Ну, это что-то. Живот не очень сильно бьет. Подверг он не будет. Стреками сломает. Ничего такого не будет. И спорция, если он будет подвергом. То, что человек делает, там же есть подверг. Техника. Вот этот спренажер позволяет подставить. Дело в том, что, когда мы к мешку работаем, то, сколько бы ни говорили, ты ее греешь в глупышко, мы этого даримы уже поплавали. Т.е. мы можем себя заставлять постоянно бить в глупышко, и есть мишень, это серединочка, это открыть. Но нету снаряда, который объективно может дать вам спрепланировать, что вы каждый удар добываете вот эти сантиметры. А здесь есть отбойник, это задняя часть. Она позволяет вам объективно где-то ценить, что вы каждый удар будете пробивать, и будет слышен челчок. Т.е. вы будете это подать сюда, и будете добивать на этой части показания. И будете понимать, что ваш удар – это акцент не на поверхности, а вот сюда. Т.е. это вы считаете, что вы забиваете сюда, в тело. Т.е. вы уже гарантированно попадаете в воздух, да, в воздух. И вы реально пробиваете. Вот. И у меня ребята в акцентреях ходят заниматься специальным спортом. Т.е. вы можете сказать, что зал, где все мощности серьезно повысились именно показатели. Т.е. они даже в группой защите волосят так, что людей не смогут попересать. Т.е. я не знаю, что только в защите, которые говорят, что они просто попересают. Т.е. Т.е. что удары идут все очень глубокие. Т.е. честно говоря, а в стоксири на работе. Да, согласен. С ним работать нельзя просто повышать в этот вид. Т.е. 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 Они просто побладительным домом, как я вам говорю. Вот для структура, что я хотел бы рассказать. Тренажер закрепляется на любой совершенно деревне, на структуру. И у него есть там, а вот еще, в спортивных залах. Это в основном для фанатов, вот этого, который любят, кто-то там с собой возит, как, я такой, зеленый валюк такой. Я тогда надо поехать с собой в западный фундамент. Она на дерево и вешается, и мы на любое. Мы имеем в виду специальную сторону. Мы можем поставить, как мы можем сделать. А стационарный, для залах, это большой снаряд, он, конечно, не стоит, но он полный, метр пятьдесят, даже выше. Вот. У него настройки больше. То есть там можно доставлять до восьмидесят килограмм удар. И ход бойка тоже выше, и он немножко помягче, первый, ну, я не знаю, метр какой-то. То есть он, скажем так, это для всех, кто больше мастер. Без угаданных, без заряда, практически... А у нас что? Что вы можете сделать? Нет, мы больше на пещат, но я сейчас второй позже... Типа считается. По-моему, что-то, да, должен быть. Продолжение следует... 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 то мы в другой день можем работать кисть а в третий день можем работать палец а в четвертый день можем Mysore's feet а в пятый день может舞 bölges в итоге мы можем на всё идёте мы каждый день работаем ну не по- Giulère В один день мы работаем首сб а в другой день мы работаем и Business и Hip Если вы обрет этим максимальную силу, то что это первая нагусть, но исключительная, которая в реальных сайтах, надо в этом положении. Значит, все пережили на более высоте, чем выше в туалете готовность к термопривности решения. Безусловно, это не очень сильно помогает против диетов, жим, правильное питание. На каком-то уровне, если вы все ставите в удобный способ, вам не подчеркивается. Надо вообще быстро устанавливаться. Но я не сторонник. Но я не сторонник лет, скажем так, до 50. Я хочу сказать, опять же, это только моя точка зрения. Заблагодаря тому, что я не люблю, потому что я живу с такими людьми, которые меня просто поразили чем-то. И поразили тем, что они в 75-м, потому что они в 75-м. Но хочу сказать, что, да, да, есть тоже поддержка. Безусловно. Но я считаю, что лучше в 70 лет каждый день пить какое-то колесо и чувствовать себя великолепно, чем ходить с какой-то палочкой. Понимаете? Ну, это такое понимание. Но я считаю, что в этой палочке пока это не нужно. Потому что они используются личные механизмы, которые есть. И очень долго участвовать. Долго. Ну, потом, конечно, покупать лимональный кризис, когда какой бы ты не был, чем бы ты занимался, можно покупать постоянно. И чтобы это не произошло, надо показать второе, что-то еще отдельная тема. Я говорю, что это не всем нужно. Далеко не всем. Но, приятно, благодаря тем, кто-то трампластический. У людей это просто поражает, а. Они как ровесники мои, им по 60 лет. Не выглядели. Нет, да я как. Да, Лев, помешусь. Я хочу попробовать. Я хочу сказать, что я сам еще пять лет назад влюбил на 40. А сейчас я буду уже лучше, чем я. Это ровесник. Это ровесник. Да, да. А как это? Ахахахаха А они бьет Они бьет Есть еще палочки Спасибо.